Риба, свежая риба, свежая живая риба. Подходите, покупайте. Привет, друзья! С вами Сан Саныч Александр Валерьевич. Одесский легендарный привоз. Сегодня 6 апреля 2023 года. Сегодня четверг, рыбный день. Это новая рубрика на нашем канале. Каждый четверг мы с утра снимаем обзор цен на рибу. Тут же едем, монтируем. И сразу же вам это видео предоставляем для просмотра, чтобы еще даже в этот день вы успели приехать и здесь что-то купить. Также мы будем обязательно узнавать номера телефонов у всех продавцов, для того, чтобы вы могли позвонить и сделать заказ. А также не забывайте, что работает секретный пароль «Я от Сан Саныча», который гарантированно вам даст скидочку. Не тянем кота за хвост и начинаем обзор. Ну и, конечно же, вас интересует вопрос, почему Сан Саныч с утра из букета. Друзья, у Алены, которая торгует рыбой в воскресенье, был день рождения. Я ее не звонил, не поздравлял. Она думает, что Сан Саныч забыл, но Сан Саныч и Александр Валерьевич все помнят. И сейчас, вот уже сегодня четверг, знаете, уже она отгуляла, уже отпраздновала. Тут бах, и мы приходим с цветочками. Так что начнем обзор с Алены. Сан Саныч, а где ты берешь всегда такие шикарные букеты? Валерьевич, ну, ты прекрасно знаешь, это Fashion Flower Cafe. Ребята делают доставку по всей Одессе и даже в ближайшую область. Также им можно позвонить по номеру телефона, который вы сейчас видите на экране, и заказать букет на любой бюджет, на любой повод. Я обычно делаю так. Я звоню, говорю, я Сан Саныч, вот, и мне нужен букет на определенный бюджет. Называю сумму, а ребята уже, зная мой вкус, или спрашиваю, какой цветовой гамме, например, или какие есть пожелания по цветам, и ребята на мой вкус уже все это подбирают. Кстати, для зрителей нашего канала при пароле Янсона Саныча будет скидка. А также под этим видео есть ссылка на Инстаграм, ребят. Заходите, узнавайте. Кстати, Валерьевич, помнишь, по городу, ну, в хорошие времена висели билборды 101 роза? Было, было. Это тоже работа этих ребят. И, кстати, у них эта опция до сих пор есть, так что звоните, узнавайте. Валерьевич, не тянем кота за хвост, и идем поздравлять Алену. Вперед. Учеловек себе работает и даже не знает, что ее придут и поздравят с днем рождения. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вы думали, что мы забыли, а мы не забыли. А мы вас ждали. Знаю, знаю, ну... А мы вас ждали, думали, вы придете. Мы пришли сегодня. Вы не против? Нет, я не против. Мы рады вас видеть. Спасибо. С днем рождения. Все правильно, тетя Катя. Лучше позже, чем никогда. Я с вами целиком и полностью согласен. Мы как раз с Александром Валерьевичем это только что обсуждали. Да. И пришли к вам узнать, что у нас вообще происходит на привозе с ценами, с рыбой. Как видим, рыба есть. Рыба есть. Да. Как раз вот вы рассчитаете девушку. Рыба есть много. Лещико. Лещико. Я пока сейчас еще... Да. Я хочу еще на вас немножко посмотреть. А скажите, как вы в такую погоду стоите? Холодно? Не холодно. Не холодно. За карасями. За карасями. Тут сервис. Тут, кстати, на самом деле вы можете... Да. Свои три. Кроме того, что купить, вам обязательно почистят. Вон, тетя Катя чистит. Как всегда. Да. Вся в делах. В заборах. Да. Ну, слушайте. Вам не холодно? Привыкли, да? Не холодно. Привыкли уже, да. Что с ценами? Вообще, как-то цены... Ну, я бы не сказала, что цены поменялись-то там. Как-то, в принципе, такие же и остались-то. Все пока не так, как и было на той неделе, так пока не все сейчас. Хорошо. Давайте посмотрим, что почем. Окунек? Ух ты. Класс, какой красивый. 80. Лещик, друзья. Смотрите, свежий 80 гривен. Карасик такой мелкий, 70, крупненький 80. Я понял. Да. Вы все чистите и карасей в том числе? Да, чистим полностью. Даже окунечки, если кто заплатит в Абакате, она даже почистит. Любой каприз за наши деньги. Я понял. Кард, сазан, дикарь, 120. Маяки. Сколько? Килограммчика три? Да. Да. Вот туалюми два салмазов. Она четко в прошлый раз сказала, да? От двух до четверочки. Есть даже четверочка. Вчера снимали на Стараконке обзор там, ну, рыбки, знаете, продают. И там мне кто-то в комментариях написал, вот, ну, там типа, окарп, типа, пять килограммов. Я говорю, смотрите, обзор привозов будет. Пять килограмм, если что, тоже найдем, да? Найдем. Найдем. Хорошо. Попугайчики. Попугайчики, это на привозе. Ой, на привозе, на Стараконке. На Стараконке, да. Это, наверное, вот это, когда они родились, да. Да, их там, видели, да, их кормили там красиво так сказать. Абакате просто тоже парочка покупали. А, так. Меня не разручили. Да, супер. Красиво, так настолько. Я такой пирас просто видел, то есть, как бы. Их называют выкормыши, вы знаете? Вот и вот этих птенцов маленьких называют выкормыши, потому что их кормят. Вот я вчера много нового узнал. Да, продолжаем. Итак, толстолок. Три с половиной килограмма, 70 гривен за килограммчик. Судак. 220-260. 220-260. Да. Такое вот покрупнее, да? Да, да. Так, глостька есть черноморская, свежая, настоящая. А что, бывают подделки? Бывает Китай? Бывает не Китай, бывает мороженое. Ага. Бойска, которую покупают. Новиночка, ребят. Новиночка. Я говорила, что в этом году будет камбалка. В этом году покушайте камбалки. Я вам говорила, я вам обещала. Да. Вот первые ласточки. Первые наши ласточки. Было 10 штук. Осталось 2 штучки. Ага, ну мы успели, да? Да. Пока 700 гривен килограмм. А сколько она зависит? Два с половиной, два триста. Два четыреста. Ну супер. Камбала появилась. Да. Я говорила вам, в этом году покушаем камбал. Камбалка будет в этом году. Это Очаков, ребята, ровно. Бычок когда будет? Ну не знаю, обещают. Обещают позу, да? Да, пока нет. А? Обещают. После войны. Отличный ответ. Пока обещают, пока нет. Вы работаете каждый день? Каждый день. Вам можно позвонить, сделать заказ? Можно позвонить, сделать заказ. Я хотела... Ребята, сейчас потеплело. Кому отправлять далеко, я хотела вам сказать, такое предложение вам, я могу, допустим, вам рыбку почистить, нарезать, вот так вот, вот так, положить в такой вот большой судочек, заморозить и отправить. Потому что свежая она не доедет. Да, если хотите, я могу так делать. Вот кто пишет, просто по... Нет, ну, просто я не рискую отправлять, потому что вы же понимаете, что... Но по Одессе люди могут позвонить, заказать без проблем. По Одессе не вопрос, да, вот заказывают. Девушка сегодня приедет за пилингасом, 4 килограмма возьмет. Вчера тоже были люди, то есть, Сан Саныч, работает пароль Сан Саныч. Говорите номер телефона. Да, 0,93, 0,40, 91, 45. Вы работаете каждый день, в понедельник, в том числе? Ну, бывает и в понедельник работаем. Саша, обрати внимание, вот на стейчке. С стейчке, да. Сейчас майские, пасочка, на мангальчик. На мангальчик можно, да? Да. Чуть-чуть, солька, перчик и на мангальчик. Это с крупного судака, это судаки, которые были по 5-4 килограмма. Просто тяжело продать, поэтому мы режем на стейчке. Можно взять любое количество, да? И вот с Божьей помощью все продаем. Да. Супер, супер. Ну, кстати, отличная идея, да, потому что все мясо, мясо, тут беристики и делаешь шашлыки. Да. Оригинально, да. Оригинально, да. Спасибо. Можно даже вот такие стейчки карта. Вот мы делаем. Вот такие стейчки карта. Да. Вот так. Пришли домой, в духовку кинули, посолили, поперчили, майонез в духовку кинули. Через 20-25 минутка, полтора. Готово. Меленький. Супер. Да. Красота. Друзья, напоминаю, что мы не только узнаем цены, не только узнаем о наличии рыбы, мы еще и всегда даем полезные советы, рецепты, лайфхаки. Ну, рецепт какой можно дать? Давайте с удочкой рецепт сделаем такой, сюда попольский. Знаете? Ух ты, нет, расскажите. Ну как? Старая действительно знает. С удочкой берем, режем его на стейчки, на вот такие вот. Судак обжариваем, слаживаем на противень, заливаем сливки с тертым сыром. Сливочки с тертым сыром, заливаем, запекаем в духовочке. Судак попольский, никогда не будет сухой. Специи добавляем по вкусу. Мягенький, вкусный, да. Мягенький, вкусный, детям и себе. Судак попольский. А еще там косточек мало. Косточек вообще нет. Мы вообще-то дети сискар-рыба, да, да, это очень... Просто, чтобы он не был суховатенький, чуть-чуть на сковородочке обжарили, сложили. Сливочки, сырок натерли, залили в духовочку. Через 15 минут кушаем объедение. Продолжаем обзор цен на свежую рыбу у Викули. Викуля, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть. Мы вас тоже приветствуем всегда. Шикарно выглядите. Слушайте, там так шелуха летит. У вас прям можно рыбку почистить? У нас заказ, да. Заказ, заказ. Быстрее как все нужно успеть. Шустрим. Давайте расскажем, что кроме того, что у вас можно купить рыбку, у вас можно ее почистить. Сделать филеечки, стейки, все. И пароли от Сан Саныча, конечно. Так, еще мне вопрос задают. Ну, понятно, что вы отправляете, да? Вот мне вчера даже очень долго переписывался с одними своих подписчиков. А как, что? По городу вы как? На такси отправляете или возите? Вот, допустим, сидит Одессит, например, где-нибудь на Таирово или на поселке Котовского и хочет у вас купить. Ну, поднимать пятую точку не хочет. Естественно, курьер. Курьер. Курьер, такси вызываете. То есть это все налажено у вас? Да, все налажено. Человек оплачивает рыбу и доставку, конечно, тоже. Да, все. Супер. Тогда, тогда говорите номер телефона, по которому вам можно позвонить. 050 954 83 90... Ой, блин, все, растерялась там. Ничего страшного. 050 954 89 53. Супер. Да, звоните, делаем доставку. Можно заказать, можно сказать и от Сан Саныча. Нужно сказать, даже нужно это заказать. Да, мы бесплатно чистим. Вес у нас всегда точный. Рыбка всегда свежая. Рыбка всегда вкусная. Да, карпик сегодня у нас цена 120. А, уберите ручку, он там что-то даже говорит. Да, да, он сам говорит 120. Да, да. Любой 120 или мельче? Поменьше, вот по 90. Такой 90, да. Вот такой 120. Карасики такие у нас на сегодняшний день по 80, толстолобик по 70. Шикарный, свеженький. Да. Просто размерчик сегодня маленький, конечно. Лещ. Вот Вика всегда говорит, размер имеет значение. Ну, естественно, кто хочет леща, приходим Викодас. Викодас леща. Викодас леща. Да. Красота. Все что есть. Красота. Да. Вик, ну и рецепт традиционно, сегодня уже четверг, рыбный день. Вот посоветуйте. Это да. Да, подстава, да? А ну а как? Вот это да. Подстава, подстава. Начнем с толстолобика. Давайте. Можно замариновать соевым соусом. Ну так где-то часик. Но не солить. Знаете, да? Да. Ну конечно, он уже соленый, конечно. Да. Он у нас солененький. Потом, значит, нарезаем сначала его стоечками. Ага. Складываем на пергамент, на противень. Смазываем пергамент обязательно маслом. Знаете, очень многие допускают ошибку, рыбу запекают в фольге. Она не запекается, она варится. Она парится, варится и невкусно. Да, она невкусно. Да, да. Значит, нарезаем стоечками. Сделали отдельно соус. Столовую ложку майонеза, чайную ложку горчички. Укропчика. Но и самое важное, чайную ложку меда. Ух ты. Очень вкусно получается. Это все смазали. Духовочку 220 градусов, 25 минут и вуаля. Супер. Попробуйте, друзья. Да, она покрывается вот горочка, знаете, именно прыстящая. И мясо запекается. Да, будет вкусно. Да, да. Вам там один из ваших коллег рожки поставил, поэтому, ну не этот манчик другой. Поэтому вы на видео посмотрите, да, и потом поставите лайк. Или нет. Подложите леща. А лучше дадите леща, да? Леща. Я там с левой стороны. Да. Друзья, посмотрите, какая красивая свежая Дунайка. Просто песня. Это сезонная рыбка, которую нужно обязательно приходить, покупать, брать. Александр Модестович, мы вас приветствуем. Привет, Сан Саныч. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, почем же нынче Дунайка. Так, свежая Дунайка пока 250 гривен за килограмм. За килограмм. Сколько штучек идет примерно? Четыре штучки. Четыре штучки. 250. Четыре штучки идет на килограмм. На килограмм. Да. Но у тебя же есть не только свежая, ты бываешь еще и соленая, и копченая. Да. Я вот на отправку. Ага. Вот такие вот ведерки. Пять штучек ведерки. Ага. С рассолом. То есть вот так ты в рассоле отправляешь, она без проблем доходит, да? Без проблем доходит, все запечатывает. Только единственное, что надо будет, когда получают, надо будет поменять рассол. Ага. Вот. Это обязательно. Ну, ты расскажешь как, да? Да, да. Люди пишут, получают. Вся Украина уже кушает Дунайку. Это уже приятно. И копченая? Да. Обязательно. Мне нравится приходить. Вот это копченка. Ой, друзья, это песня. Сколько копченка? Вот и Мишенька пришел. Сколько копченок? 200 гривен штучки. Шикарно. Сан Саныч. Да. Это, кстати, тебе подарочек. Да ты что, вот это все? Да. Я боюсь, что я обопьюсь воды. Ничего страшного. Это малосолочка. Вот тоже я ее покажу. Спасибо большое. Класс. Класс. Все сделано. Все шикарно. Все классно. Ну, и я там краем глаза увидел... Камбалушечку. Да. Камбалушечка. Нам было трудно, но мы достали, как говорят в Одессе, да? Да. Ну, ты уже один раз попал. Да, да, да. Вот это я хорошо зашел. 700 гривен килограмм. 700 гривен. А сколько в среднем одна весит? Ну, они маленькие. Два двести, два с половиной. Ага. Вот так. Саш, ну и поскольку у нас сегодня четверг, рыбный день, рецепт от тебя. Вот расскажи, как жалить камбалу. Камбалу. Ну, ее, во-первых, вот здесь вот кишки жабры убрали. Вот так вот разрубили. Да. Вот так. Вот так я рубаю. Да. Вот промыли, посолили, попечили кукурузную муку на сковородку. Ну, с маслом, да. Это первое. Это обычное, что делают как. Извини, я перебью. Здесь ты все это на месте разберешь. Да, я разберу. Ну, люди просто промыли кукурузную, посолили, попечили кукурузную. Супер. Еще рецепт. Есть очень уникальный рецепт. Вот так же, как я ее разделал, да? Да. На кусочки. Вот так она остается. Только на шкуре. Ага. Чуть-чуть гранатового соуса и заливаем ее на часа два. То есть маринуем. Маринуем. Да. Можно, конечно, без соевого соуса только соль, перец. Берем пучков, пять щавеля, пучков шесть, пять шпината. Промыли, не реза, ничего. Противень. Ага. Ложица камбала вот так вот. А, щавель шпината. Просто раскидывается. Подушка, да? Да. Чуть-чуть. Вот, делается подушка. Ложица это камбала, которая порублена. Сверху чуть-чуть сливочного масла. Чуть-чуть. Прямо еле-еле. Как бы, ну, еле-еле масло сливочное. Ага. Укрываем сверху щавель шпинат, не реза. Ага. Чуть-чуть оливкового масла. В духовку 180 градусов на 40 минут. Пальцы оближат. Я уже слюной захлебнулся, ярко пока ты рассказывал. Судок. Когда вот перед Пасхой, когда можно было... Много было камбалы, когда можно было ее действительно реально. Вот. Люди даже приходили с торбочками, говорят, мы уже взяли. Ага. Вот. Потому что, ну, каждому же можно жареное. Ну, конечно. Конечно. Вот. Да, это хороший рецепт запеченный. Рецепт чисто забытый одесский. Раньше я когда-то на ярмарочной попробовал вообще в казани вот это тушил. Ага. С щавелем шпинатом прямо на костре. Это было безумие, когда камбала... Ну, правда, камбала была. Ну, да. Лепешки. Вот так было. Друзья, теперь давайте пройдемся по деликатесам. Ирочка, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, такая холодина, вы стоите полуголая. Как вы так это... А я потому что вечно в движении. Я только прибежала и сейчас обратно убегаю. Очень много заказов. Люди звонят. Спасибо им большое, да. Поэтому я не успеваю замерзнуть. Ну, плюс горячая женщина, я так понимаю, девушка. Естественно. Естественно. Горячая кровь. Да, да, да. Слушайте, ну давайте расскажем нашим зрителям для начала, что у вас можно купить. Потом мы, естественно, спросим ваш номер телефона, по которому можно все это будет позвонить, заказать. Естественно. Рассказывайте. У нас много всего. И самое главное, эксклюзивное. Эксклюзив. Да. И что я вам хочу сказать. Вот я читаю ваши комментарии, ваши подписчики. Некоторые возмущаются насчет цен. Я бы хотела сказать, что... Прокомментируйте, да. Да. Цены у нас может быть где-то выше, чем где-то. Но мы отвечаем за свой товар. У нас качество на все 100. То есть рыбка бывает и просроченная, и икорка, все. То есть и цена может быть ниже. То есть у вас качество соответствует цене. 100%. Или цена соответствует качеству. 100%. Все натуральное. Все натуральное, подчеркиваю. Все очень качественно, свежее. Рыбку мы не морозим. У нас только охлажденные. Мы следим за этим на миллион процентов и отвечаем на все 100%. Ну, вы знаете, я вам приведу пример. Это как прийти, например, в салон Мерседеса и возмущаться, что так дорого. Потому что в Тавре тоже машина, но она стоит дешевле. А вот там за углом салон ЗАЗ, вот там дешевле. Я не знаю, что, где, какие цены. Мы за свой товар отвечаем. И, как говорится. Ну, и вы же сколько работаете на рынке? Ну, родители 30 лет уже на рынке. И репутация у нас. Естественно. Наработанные клиенты. Все нас знают. Все, честно говоря, наши покупатели приходят и даже не пробуют. Вот они знают, что мы дадим качественно, да. Не обвесим ни в коем случае. Мы такой ерундой не занимаемся. Как говорят, вот привоз, привоз. Ничего подобного. Я думаю, так по-честному вы еще немножко и с походом дадите. Естественно. И угостим. Если надо, домой привезем. Супер. Давайте расскажем цены. Да, давайте о продуктах. Икорка наша, любимая икорка. Кето 750, 100 грамм. Горбушка 600, 100 грамм. Форелька 500, щучка 350. Щучка еще идет, есть. Она не мороженая. Тоже классное качество. Я вам показывала. Без прожилочек кровяных. Очень. Супер. Икорка бомба. Завтра, кстати, кто постится в Благовещение, можно уже и рыбку и икорку попробовать. Ну, как раз можно приходить покупать на завтрак. Так, наша семка любимая. Филе 950 гривен за килограмм. Есть слабосоленое. Да. Есть филешка сырая. Слабосоленое у вас запаковано. Покажите, как по хозяйски. Да, все аккуратно. Да, кстати. И кто-то, я помню, сказал, что я трогаю руками. Ручки смотрите на мой маникюр. Я очень аккуратная девочка. Старалась, маникюр делала. А вы хотите, чтобы она перчатки одела. Ну, тоже. Я понимаю, Модеста в перчатках еще идет. Ладно. Ну, Ирочка с маникюром. Ну, да, есть же перчатки. Это ж как бы... Ну, да. Ну, что ж, зря я что ли старалась. Сидела три часа в салоне. Согласен. Согласен. Стейки 850 килограмм. Хвостовая часть 750 за килограмм. Целая 750 килограмм. Сколько целая в среднем весит? Она бывает по-разному приходит, но в среднем 6 килограмм. Бывает чуть меньше, чуть больше. Супер. Да. Значит, тунец у нас есть такой вот красивенький. Пришел 950 гривен килограмм. Марлин 850 гривен килограмм. Масляная 750 гривен килограмм. Вот. Жирок Катрани. Жирок это ската жирок. И Катрани жирок 150 гривен 100 грамм. И 200 гривен 100 грамм. Маленькая бутылочка. Я говорю, мы жирочек очень полезный. Катрани жир это вообще бомба. И ожоги, ранки не дай бог. А пить вообще для женщин это самый лучший коллаген омега-3. Морщинок не будет вообще. Будете молодая и красивая. У кого не дай бог ядва желудка, мы знаем в насочном опыте. Лечим, да? Да. Витамины, да, подходим, берем. То есть, Валерий, ты понял, здесь не только вот можно купить, да, не только нам рецепторы, тут еще и народная медицина. У нас аптека, у нас аптека, да. И если надо, и выслушаем, и морально поддерживаем. То есть, психологи, да. Да. Я понял. Вывод из запоя тоже есть? Нет. Ну, чтобы так откровенно. Уже если, знаете, расширять услуги, то уже по максимуму. Хорошо. И я смотрю, у вас Дунайка, ну просто одна вот ну. Дунайка у нас классная, свеженькая, каждое утро приходит. Свеженькая 250 килограмм, солененькая 150 гривен штучка. И смотрите, у нас появилась копченая классная, холодного копчения 200 гривен штучки. Ага. Да. И обрезочки наши на уху тоже люди любят. Да. Голова 90 гривен штучка, обрезочки 200 гривен килограмм. Ага. А черепаха это что? Это настоящая? Черепаха. Черепаха не продается. Это ваш символ, да? Да. Это наш сувенир. Это, кстати, благодарные покупатели нам подарили на удачу. Подарок. Супер. Она не жива. Это люди подходят жива, а не жива. Нет, не жива. Мы над животными не издеваемся. Нет, нет, нет. Я даже карасика не могу увидеть. Серьезно? Я понял. Елочка, мне точно так же. Елочка, а скажите, пожалуйста, вот у вас очень много всего есть, что можно купить, попробовать, покушать. У нас сегодня четверг и людей. Посоветуйте нам какой-нибудь рецепт? Ой, кстати, классный рецепт со свежей дунайкой. Я, кстати, сама не знала, что ее, оказывается, можно и варить, уха очень классная из нее, и жарить. Вот очень классный рецепт. Я сама недавно попробовала. Дунайку свежую. Берете, вот делаете мелкие насечки. Ага, да. Черемшу вовнутрь закладываете дунайки. Сверху чуть-чуть посолили, маслечком чуть-чуть обмазали и на сковородку. Это просто... Это песня, да? Это... Просто, просто обалдеть. Вот элементарный рецепт, но очень вкусно. Но самое главное, чтобы дунайка была свежая. Это да. Ну, где купить свежую дунайку, мы знаем. На каждое утро мы ловим, привозим. Сама лично, да? Я с утра еще ловила. Я же говорю, я только прилежала. Паяла с удочкой. Ну и говорите номер телефона, по которому вам можно позвонить и сделать заказ. 097-492-15-21. Звоните. Звоните, 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 пишите вайбер. Вы делаете доставку по Одессе и по Украине отправляете? Да, делаем доставку по Украине, да, и за границу отправляем. Все для вас. Все для вас, любимые. Юлечка, огромное вам спасибо. И знаете, вот я еще обратил внимание, у вас такие красивые цветы. Есть такое ощущение, что у вас появился тайный поклонник. Вы знаете, я думаю, что мы это оставим как интригу. За кадром. Нет, мы это оставим как интригу, а в конце видео мы все это покажем. Но вы смотрите лишнего, не покажите ни в коем случае. Нет, мы все, только все, чтобы было по обоюдному согласию, насколько я понимаю, да. Вот, поэтому в конце видео, кто интересуется, может посмотреть, да. Да, как говорится, смотрите до конца. Да, только уберите детей от экранов телевизоров. 18+. Да. Все, огромное вам спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. Друзья, теперь будем узнавать цены на малосолочку. Тут огромный ряд, посмотрите. Валерича уже кормят. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот он, вот он Валерич. Чтобы вы не думали, что это подделка. Это оригинал. Подделка в Китае, да? Да, да, да. Не Китай. И что вы даете Валеричу пробовать? Концу. Конца шикарная. Шикарная. Миленькая. 130 гривен килограмм. Малосолочка. А вы вот так же, если по просьбе покупателей почистите? За отдельную флагу. Я понимаю. Ну, можно, да? Все, отлично. Если есть время, то почисти. Если нет, то вы извиняете. Понятно. Так, хорошо. Давайте посмотрим цены. Свежая сардель 85. На битки тушить, солить, жарить. Все даже написали. Уже практически за вас все сделали. Такая, хорошего как раз размерщика. То, что надо. Малосольная сардель, ты пробовал? Вкусная? Вкусная. Главный эксперт сказал, что вкусная. Не доверять ему мы просто не имеем морального права. И, 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 и Дунаечка у вас есть. У вас есть скумбрийка. 160 за килограмм. И селедочка 70 гривен за штучку. Вам можно позвонить и сделать заказ? Да, можно. Говорите номер телефона. 067 42 58 757. Спасибо. Алена. Вы работаете каждый день, кроме понедельника, да? Каждый день, кроме понедельника. Огромное спасибо. Хорошей вам торговли. Пойдем. Может быть, Валерич где-то еще покормит. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, друзья, здесь тоже давайте посмотрим, сверим цены. Валерич, ты, да, угощайся, проверяй. Снимай, снимай пробу. Красавица. Красавица просто. 85 гривен. А расскажите, как вы делаете беточки? Беточки я делаю как? Чистим ее. Да. Очень быстро делается, она очень быстро чистится. Косточка вынимается. С килограмма остается 600 грамм чистого белье. На эти 600 грамм берем 3 яйца. Разбиваем их. Взбиваем их. Туда сыпем соль по вкусу. Этот перчик. Две ложки муки без горки. Ложку майонеза. И укропчик зелененький. Все вот это перемешали. Эту рыбу помыли. Дали ей стечь. И перемешали все вместе. На горячую сковородку положим сколько. Взяла ложка. Набрали. На горячую сковородку положили. Первый раз закрываем крышечкой. Когда перевернули крышки снимаем. Беточки. Бомба. Я просто стою и мечтаю об этих беточках. Они просто очень вкусные и очень хорошие. Сейчас пришла весна. Салат сделали. Беточки сделали. И ничего не надо. Вам можно позвонить и сделать заказ вот этой рыбки всей? Я не даю. Не даете телефон. Приходите на привоз. Приходите на привоз. Приходите. Покупайте. Пробуйте. Узнавайте все рецепты. Да. Да. Валерий, а такую хамсучку ты пробовал? Хамсучка очень вкусная. Хамсучка очень вкусная. Это черноморская хамса. Она мелкая, но не турецкая. Без шурухи. Ага. Молосолка очень вкусная. Видишь, здесь все оригинал. Здесь нет подделок. Нет от Китая, Турции. Здесь все Украина. Все наше. Пожалуйста. Супер. Так, что у нас еще есть? Скумбриечка. Спасибо. Спасибо вам огромное. Да, скумбриечка, селедочка, малосолочка. Все есть. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Мы рады вас видеть. Мы тоже рады. Так, наша любимая афериночка по 60 гривен за килограммчик. Опять-таки на канале есть видео, как мы ее жарили, цаться. Получается шикарная. Вам можно позвонить, сделать заказ? Да, уже звонили. Уже звонили. Говорите номер телефона. Да, но мы заказы не едем. Нам некому ходить на почту. Ага. Просто можно позвонить, заказать и прийти забрать здесь, Да, да. Отложить. Говорите номер телефона. Да. Я уже говорила. Еще говорите? Ну, 67, 133, 46, 105. Мы же каждый раз напоминаем, потому что у нас очень много новых зрителей смотрят. Да. Забывают люди. Да, да. По почте только не передала. Нет и время. Так. Спасибо большое. Свеженькая сарделька. Надюша, доброе утро. Доброе утро. Мы рады вас видеть. Мы вас также рады бачить. Чем вы нас порадуете сегодня? Все у нас свеженькое. Все свеженькое. Все добренькое. Ага. Есть и кони, и пони, и дунайка. Кони в бочке, пони на столе. Хлопцы пьяные, кони запряженные, да? Да. И мечта покупателя. Мечта покупателя. Все есть. Есть селедочка, есть дунайка. Расскажите нам про дунайку. По чем она? Сто, сто двадцать, сто тридцать, сто сорок, сто пятьдесят и сто шестьдесят. Вот это самая большая, сто шестьдесят за штучку. Да, это самая большая, да. Ага. Хамсычка сто тридцать. Хамсычка. Малосолочка. По преднему меленько, но наша Жененька вкусненько. Ага. Килечка малосольная, свежую уже продала. Молодец какая. Да. Растанцевала я с Жененькой на питочке. Ага. Ну да, спасибо вашей рекламе. Приходят. Приходят, узнают, автографы берут. Здравствуйте. 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 Лишь кажут, а с кеточкой Виктор Санксановича. Ну вы сделаете? Конечно делаем. Да еле разумно с кеточкой. Ну естественно, естественно, естественно. Валерий Чешил и Малосолочку Надя. Попробуйте, что скажешь? Шикарно. Шикарно, да? Шикарно. Я выпачаюсь. Ничего личного, только бизнес. Мы понимаем все. Алло. Да, идем дальше. Скумбрика 160. Я пришла к Нанечке. Здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна. Да. Часто вы Нанечки берете? Да. Беру, беру, беру. И ваша пароль везде действует. Везде работает. Валбаски, да, там тоже все время. Девочки все время уступают. Очень приятно. Каждый раз, каждый день. Я думала, вы сегодня не придете, дочь идет. Да ладно, слушайте, когда нас дочь мог испугать? Капюшон надели и пустыни, ничего страшного. Хороших вам покупок. Да, счастливо. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, килька пряного посола. Валерьевич, мне кажется, вот это вот должна быть вкусно. Я тебе рекомендую попробовать. Она больше средний посол. Средний посол, конечно. Да. Давай, Валерьевич, как посол, так посол. Вот просто у нее прям вид прям такой, что ее надо попробовать. Ты же знаешь, я прядки очень не люблю. Да, да, да. Но она больше средний посол. Ммм. А? И картошки. Чернадцать надо. Самый цененчик. Да. Так, что у вас? Скумбрийечка. Селедочка. Дунаечка. Дунаечка. Дунаечка, почем ваша? Это 140. Да. Это 120 и 100. Да. Супер. Супер. Спасибо вам большое. Хорошей вам торговли. Алексей. Доброе утро. Доброе. Не замерзли? Как-то у вас тут продувает. А, нет, нормально. Или уже привыкли? Уже, в принципе, зиму пережили, да? Да. Так, что у Алексея? Селедочка. Малосолочка. Красота. Да, просто красота. Супер. Все есть. Самая крупная почем? 130. 130. Валерич, можно же попробовать? Конечно. Да. Друзья, приходите, обязательно пробуйте. Я просто езжу один ряд по 150, но его можно. Был по 150, была самая крупная, да? Так, Валерич, пробуй. Да. И сразу нам. Конечно. Она щекла. Мармелак. А вот. Полтинечка не хватает, да? Друзья, ну и давайте узнавать цену на тараньку. Тут, на самом деле, целый ряд, огромный. Приходите, выбирайте, смотрите. Мы сейчас посмотрим цены вот здесь, на этом вот точке. Здравствуйте. Как вас зовут? Сергей. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы работаете каждый день? Кроме понедельника. Кроме понедельника. Мы сейчас покажем цены, все расскажем. Вам можно позвонить и сделать заказ? Пожалуйста. Говорите номер телефона сразу. 067-99-68-398. Вы отправите, если что, к Украине в том числе? Я не отправляю. Не отправляйте. Пусть приходят сюда и мы будем общаться. То есть, по предзаказу, да? То есть, позвонили, сделали заказ. Хорошо. Так, тарань с икрой. 850 гривен за килограмм. Сколько она в среднем получается? Тут большая, да? Да, она огромная. Вот сколько? Наверное, почти под килограмм она и будет, да? Сейчас я скажу вам. Это 720 грамм. Ага, вот 720 грамм. Да. Так, толстолоб. За 1 килограмм 500 гривен. Щука. Это какое копчение? Все холодное. Все холодное копчение. Щука холодное копчение 500. Белая мурш 500. Лещ 250. Лещик небольшой. Грамм 400, наверное, да, будет такой, да? Даже меньше. Даже меньше. Судак 450. 200-270 грамм. Ага, 270 грамм. Понятно, понятно. Есть разные. Тарань с икрой 600 гривен за килограмм. Это чуть-чуть меньше. Это самое крупное. Здесь у вас лещ с икрой 350. Лещ без игры 250. Щука шикарная. Я вот люблю щуку, судачок. Люблю, чтобы по суше была рыбка. Кто любит пожирнее, берет тарань. Кто любит по суше, вот есть щука, судак. Лещ с икрой. Тоже такой килограммчик, да? Минимум, я думаю. Очень вкусно. Да. 350 гривен за килограмм. Тарань с икрой небольшая. Такая вот, друзья, 400 гривен за килограмм. Есть 650. Есть 350. Выбор огромный. Друзья, выбор огромный. Я думаю, что тут... А ты понюхай, Светланыч. Ой, понюхай. Вот. Ой, как пахнет. Класс, 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 класс. Супер. Что еще? Икра трески. Она идет в вакууме, да? Да. Да. Килограмм 200 гривен. Там сколько? 1200. А, 1200. А, да. Сколько примерно вот в этой спорте? Один раз. Он не конкретно по весу. Ни по 100 грамм, ни по 150. Там куски отрезаны произвольно. Ага. Буду их и не взвешивать. Понял. Супер. Огромное вам спасибо. В хорошем торговле. До свидания. Друзья, ну и вы просили узнать цены на креветки или так как у нас их в Одессе называют рачки или рачки? Рачки. Рачки, да? Так. 70 гривен это за стаканчик. 100 грамм. 100 грамм. Здесь 100 грамм. И здесь? Тоже 100 грамм. Чем они отличаются? Это крупнее, там меньше. Видите, друзья, размер имеет значение, как ни крути. 100 грамм 70 гривен. Уже готовые к употреблению вместо семочек. Здесь у нас мидии в соусе разном, да? Да. Какой здесь соус? Лимон. Да. Острые и гранатовые. Да. Цена одинаковая? Почем? 50 гривен за 100 грамм. Да. Рапанчики. Рапанчики почем? Рапанчик 70-100 грамм. 70-100 грамм. Какой там соус? Классический. Классический маринад. Да. Вы работаете здесь каждый день? Каждый день можно прийти? В понедельник тоже? Иногда бывает выходной, но в принципе сейчас уже тепло, будем работать. И также у нас еще снеки, да? Это все тоже ваши? И 80 гривен 100 грамм. 80 гривен 100 грамм любой. Любая позиция. Ух ты, супер. Ну, тут для любителей, конечно, пенного напитка рай. Спасибо вам большое. Хорошей торговли. Друзья, таким мы с вами увидели рыбный ряд на одесском привозе сегодня, 6 апреля 2023 года. Я уверен, что видео заслужило жирный, прижирный лайк. Обязательно его поставьте. Если вы до сих пор еще не подписались на YouTube канал Взрослый Разговор, то уже таки настало. Пора это сделать. Под видео есть кнопочка подписаться. Нажимайте на эту кнопочку. Рядом с ней нажимайте на колокольчик. И вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале. Если же вдруг все-таки у вас остались личные вопросы, например, к Александру Валерьевичу, который усердно двумя руками держит камеру. Либо ко мне. Либо, может быть, к кому-то из продавцов. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь на меня в инстаграм. Пишите мне в личку. Я отвечаю очень-очень быстро. На самом деле свежо и не потеплело. То есть такая, знаете, вот сырая у нас сегодня погода. Такая сырая у нас сегодня весна. Друзья, я Сан Саныч, это Александр Валерьевич. Мы с вами на легендарном одесском привозе. Но, 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 я не говорю вам еще. Вернее, я говорю вам до свидания. Но тут еще сейчас будет короткая вставочка. Обязательно посмотрите. И огромная просьба. Уберите детей от экрана. Я Сан Саныч. Желаю вам мира, добра, любви и счастья. Пока. Вот так вот, друзья. Мне кажется, у нас наконец-то совпала пара. И наконец-то Сан Саныч погуляет, погуляет на свадьбе. Здесь можно шалаш поставить. Вот здесь прям, да? Супер. Друзья, ну вот вы спрашивали, да. Вот наконец-то, да. Вот мы раскрываем все тайны. Александр и Ирина. Скоро у нас в сентябре, да, свадебку справим? 17 сентября. А что будет 17 сентября? День рождения? День рождения? А, я с пустыни в курсе, да. Все, друзья. 17 сентября, в общем-то, мы вас всех приглашаем, да. Кто хочет, пишите комментарии. Вот. Мы расскажем, где это все будет. Еще подарков пишите в комментариях. Да, список у Иры есть уже. Ну, она как настоящая хозяйка знает, что надо. Все. Тогда давайте помашем нашим зрителям и на этой, наверное, ноте и закончим наше видео. Спасибо.